Казалось бы, Новый год уже далеко, а осадок еще остался. Бывший министр культуры Эстонии, а ныне председатель Совета Русского театра Якалик, возмутился тому, что ведущий праздничной новогодней церемонии на Площади Свободы актер Николай Бенцлер вел эту самую церемонию на эстонском языке с русским акцентом. Странно, да, что кого-то это задело в русском театре. Вот и мы удивились и пригласили в эфир Николая Бенцлера. Николай, скажи, пожалуйста, почему именно тебе доверили вести новогоднюю церемонию? Дело в том, что меня растили с молодых ногтей именно для этого эфира. 13-часовой эфир у нас был. Если честно, просто предложили. Так что, Алексей, каких-то закадровых интриг по этому поводу честно нет. Очень скучная история. Позвонил Рене Вильбро, главный редактор этого ERR, и предложил. Сказал, занят? Я говорю, да. Он говорит, а вот такое предложение. Я говорю, я свободен. И все. ERR решает. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то установки? И вообще, может быть, тебе тоже заранее сказали. Ну, мы понимаем, у тебя акцент, но как-нибудь постарайся. Без акцента говорить? Нет, такого не было. Ну, как ты лично воспринял вообще, когда ты узнал про эту реакцию Яка Алика, и что ты подумал? Я очень весело про нее узнал, потому что первого числа я проснулся, наверное, часов в 9 утра и пошел гулять с собакой. До магазина, до которого идти метров 200, я шел полчаса, честное слово, потому что люди подходили, люди жали руку, люди обнимали, и говорили, что то, что там ты сказал про любовь, это настолько важно, что мы сидели перед телевизором и обнимались. А в 8 вечера мне позвонил Павел Иванов и стал извиняться за Яка Алика. То, что я просто был еще не в курсе, я не читал новости, и я был один дома, и я говорю, Павел, Павел, стоп, объясни, в чем дело. Вот он мне объяснил, я говорю, ну, понятно. То есть, но зла никакого я не держу, я это расцениваю только как здоровую критику, и поэтому буду совершенствовать свой эстонский язык. Подожди, кто были те люди? Это русскоязычные эстоноземельцы, или это были эстонцы, которые подходили и абсолютно искренне благодарили за то, как ты провел цену? Именно так, да. Это были эстоноязычные эстоноземельцы, с которыми мне пришлось провести первые полчаса Нового года, потому что не пускали в магазин. Тебе же часто приходится играть в русских фильмах, тебя приглашают, и ты играешь на эстонском языке. В этом случае, конечно же, акцент играет в твою пользу. Ну да, очень многие об этом спрашивают, но было бы очень нелогично, если бы я пытался бы говорить совершенно без акцента, это был бы не я. Понимаешь, мы, коллектив нашего шоу «Дозорцев на ночь», мы абсолютно только зам, и мне кажется, все должны в Эстонии радоваться, когда все мы говорим по-эстонски, все мы стараемся говорить по-эстонски, я говорю про себя тоже. И ты знаешь... Хотя с другой стороны, извини, что перебиваю, мне кажется, а почему ты не говоришь с эстонским акцентом? Странно, да? Мы сейчас, кстати, с тобой попробуем выяснить. У меня есть одна игра, как раз для тех, кто любит поиграть с акцентом. Попробуем прочитать несколько эстонских слов, и вы сейчас, дорогие друзья, убедитесь, что такое акцент. Вот карточки. Ты знаешь, я возьму первый на правах, так сказать, хозяина. Не, ничего не подмешано. И мы сейчас будем читать непростые эстонские слова. Мы специально собрали список того, что просто так не прочитать. Я попробую, для меня на самом деле это крайне экстремальное. Я могу взять уже или по-элип. Я сейчас сначала прочитаю. Первое слово этого очень просто, мне так кажется. КУРЯ. 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 Неправильно. КУРЯ. Если кто-то не знает, но мы в принципе для вас тоже напишем, КУРЯ — это исследователь Луны. Коих в Эстонии было немного, но слово такое непростое. Стырье. Да. Совершенно ничего не подмешано, я уверен в этом. Абсолютно простое слово, ты знаешь, мы нашли их в интернете и говорят, что любой человек, владеющий эстонским языком, без проблем их произнесет. Это неделя дня рождения, вернее, неделя лепу пераст леуна весимус. Что? Что это такое? Я в отличие от тебя знаю перевод. Знай перевод и... Нет, если говорить по словам, я тебе тоже переведу. Давай, попробуй. Это будет примерно так. Дни рождественска, выходные дни после обеденной усталости. Совершенно точно, это после обеденной усталости в конце недели, на которую выпал праздник день рождения. А это реально эстонское слово? Да, это эстонское слово. Это эстонский язык. Друзья, самые лучшие эстонские слова звучат именно в шоу «Дозорцев на ночь». Теперь моя очередь. Там, наверное, опять будет три буквы в слове какие-нибудь. Я не уверен. Ты знаешь, не я складывал карточки. Очень много одинаковых букв. Я не знаю, как это обычно... Дай угадаю. Там, наверное, слово «яр». Это стандарт. Это стандартные эстонские слова, с которыми знакомятся люди, которые не знают эстонского языка. Я бы прочитал это «яр». Яр, что ты... Просто, насколько я знаю, это слово означает «кромка льда» и обычно примерно так кричит человек, под которым этот лед ломается. Яр! Пожалуйста, Николай, ну яд что, с меня взятки гладкие. Вот человек новогоднюю церемонию вел. Это не слово еще было, это... Подожди, сейчас... Я хочу увидеть редактора. Ты знаешь, такое ощущение, как будто я приехал в Стамбул, и ты хочешь у меня что-то купить, но кебаб закончился. Я тебе предлагаю куй-дуль купить у меня. У меня есть специальный эксперт, на самом деле, по эстонскому языку. Мария, подтверди, да или нет? Ужас-то, ва-стовет у хомику идюль. А-а-а, здесь идюль, сей, гайта. Хомику идюль. Хомику идюль, я не знаю, хомик, хомик... Хомик... Добро пожал... Добро пожаловать на национальное испанское телевидение, друзья. Есть такое слово, оно обозначает состояние идиллии на утро. После Нового года. А все мы были в таком состоянии. Может быть, идиллия, конечно, получалось не у каждого. в конце концов моя очередь и если ты думал что мне все так просто то то на самом деле нет теперь внимание друзья смертельный номер я даже знаю перевод от этого слова кули лену те туннели лук а в кули лену ту кули лену те туннели лук попускай кули лену те туннели лук кули лену те туннели лук там 2к на конце нет 1к и это собственно говоря у меня есть специальная подсказка люк туннеля по которым проходит траектория пули писали тоже перевод эстонцы поэтому такая формулировка а белую мисс от а белую мисс киблик но это брак который действительно на не совсем так переводить на русский это означает состояние готовности к браку но вот когда ты вроде бы еще не в браке но в принципе душой и телом скорее разумом готов как по мне не было никакого акцента я уж не знаю как за себя друзья по крайней мере мы специально сыграли чтобы вы могли сравнить что такое настоящий русский акцент хотя я тоже не русский скажи ты еще больше играешь на русском или на эстонском на эстонском те персонажи которых тебя просит передавать вот эти вот скажем так серьезные парни с серьезным прошлом насколько тебе легко дается вжиться в такой образ ну на самом деле у меня только один сейчас серьезный парень с таким тяжелым прошлым вот у меня есть еще спектакль и я бы лучше станцевал с тобой там я играю модератора и если честно говоря то просто когда мы делали спектакль у меня случилась травма руки и поэтому некоторые моменты акробатические тому то что делает малили слили я делать не мог но люди вынесли из этого так много и сказать господи вот и стоишь к нам спиной смотришь как они сидел и мы понимаем насколько мы одиноки все во вселенной после спектакля не ловили люди и ну там вот там вот не пахнет таким серьезным подожди вот ты сейчас затронула очень важную тему толкование искусства сам ты в принципе склонен к тому чтобы толковать художник хотел или режиссер хотел передать той или иной формой именно вот это и у каждого ведь свое толкование кто-то скажу что иногда я это вижу не всегда то есть но есть такие спектакли из такие фильмы в которых прямо видно как что и режиссер и сценарист они хотели показать именно это то есть когда есть многослойность для от мала до велика то это всегда затрагивает душу я насколько знаю поправь меня если я не прав что нет нет да и да но ты ведешь не только официальные праздники и неофициальные тоже но и неофициальные те которые близки каждому из нас дни рождения и свадьбы и корпоративы и корпоративы скажи пожалуйста чем отличается настоящая эстонская свадьба ведь и на эстонском и на русском идешь от русской я еще веду на немецком и на английском и на итальянском друзья какая конкуренция давай расскажи сначала про различия про различия ну естественно что наверное все думаешь на русскую свадьбу нужно приходить знаешь как это что у тебя здесь тарелки барабаны и туда тебя гармошка за спиной большой барабан там на голове те какие-нибудь еще там штуки мы главные шарики которые нужно перекатывать из одной штанины в другую слушай я видел нас конкурс позвали девушек в я видела вы и я и я был сам гостем на на свадьбе то было русскоязычная свадьба нужно было коленями зажимать фломастер и попасть стакан вниз это классика я тебе говорю слава богу что я как-то ее прошел мимо вот в настоящее время в эстонии уже я не скажу что есть такие большие отличия что за что там скажем что русские прямо гуляют я эстонцы все сидят очень очень спокойно если скажем смешанная свадьба то могу сказать что почему-то эстонцы перетанцовывает русских то что русские как-то они к сет и мы им нужно им нужно дойти до градуса может быть эстонцы просто бояться ударить грязь лицом и они стараются ну как же так они себе представляют что ребят сейчас начнут уже зажигать и поэтому немножечко торопит события возможно возможно то есть это тоже хороший хорошая теория но не скажу что есть большая разница что что мы уже отошли скажем такой заши рязанской свадьбы где нужно попрыгать в мешке потанцевать с морковкой там я не знаю что еще сделать вам это приготовили мешок морковки да а подожди а как же любимый конкурс друзей жениха за минуту выпить литра водки после программы ты сказал что на немецком и на итальянском еще ведешь то есть и на английском то есть свадьбы и иностранцев людей которые вообще далеки нашей части свет по большому счету что происходит у них бывает ли там фломастер в бутылку или все совсем чинно благородно я думаю можно один раздел так вот скажем немцы выйдут седы со свадьбы включая женщины и детей но такого я не делаю то есть у них как сказать у них все алиса нордонг по-другому сказать нельзя то есть они любят скажем викторины любят шутки любят чтобы с ними общались но такого чтобы вот вытянуть народ и давайте вместе бегать и искать свободный стул такого они конечно делать не будут а жаль конечно я бы себе прислал как немцы еще свободный стул под музыку тебе говорили когда-нибудь твои заказчики что ты ведешь на немецком итальянском и английском одновременно с русским акцентом нет ни разу не говорили кстати говорят прям печаль николай бенса на английском на немецком на итальянском а самое главное на эстонском ведет не только свадьбу но и новогоднюю церемонию спасибо большое что пришел к нам я надеюсь мы еще увидимся с тобой было очень приятно спасибо спасибо